Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Добрый день, у микрофона Ольга Балезина, напротив меня директор независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Добрый день. Здравствуйте. Мы уже несколько выпусков подряд рассказываем о строительстве дома. Продолжим и сегодня. У нас, хотя вокруг коронавирус, но жизнь продолжается. Дома нам нужны, крыша над головой нужна, и мы верим в лучшее, поэтому работу нашу продолжаем. В прошлый раз говорили про фундамент, самую дорогую, самую важную часть. Хотя мне вот сложно говорить о том, что в доме что-то там более важное или менее важное. Всё имеет значение, насколько это качественно сделано. Ну, конечно, всё, да. В первую очередь наиболее важное значение имеет качество выполненных работ по возведению любых конструкций. Фундамент мы сделали уже, будем считать, хороший. Нам подсказали эксперты. Всегда мы ориентируемся на запрос экономности в плане денег. Будем двигаться дальше. Что мы делаем после фундамента? Будем возводить ограждающие конструкции. Стены, перекрытия, крышу, кровлю, окна, двери, ну и потом внутренняя отделка. Что чаще всего для ограждающих конструкций используют кировчане, скажем, ну, с которыми вам приходится сталкиваться? Какие материалы выбирают? Тут дело вкуса, экономии средств. Но экономия, наверное, в данном случае не самый важный показатель. В первую очередь нам нужна надёжность и теплосбережение. Кто-то с точки зрения экологичности использует только натуральные материалы. Натуральные материалы – это дерево. При этом необходимо учитывать толщину стен, чтобы её было достаточно для того, чтобы сохранить тепло в доме. А насколько, кстати, пожаробезопасен экологичный деревянный дом? Деревянные дома, по сути своей, считаются самыми пожароопасными строениями. А почему мы их тогда так пропагандируем? Мы не пропагандируем. Почему мы пропагандируем? Нет, во-первых, это, наверное, один из самых распространённых здесь у нас материалов и экономичных. Хотя, если, наверное, посчитать расходы на строительство нормального деревянного рубленого дома, то они, по сути своей, будут сопоставимы со стоимостью такого же каменного строения. За счёт дополнительных расходов на монтаж, на утепление, на какие-то дополнительные отделочные работы, на расходы по содержанию строения. Потому что дерево – такой материал, который необходимо всё время поддерживать в работоспособном состоянии. То есть следить, ухаживать за ним. То есть не нужно забывать, что мы вкладываемся не только в момент строительства, но и потом в стоимость эксплуатации. Конечно, мы же несём расходы на эксплуатацию, на обслуживание, строение. Это в квартиру мы заехали и, по сути своей, несём расходы только на какой-то текущий ремонт и, наверное, всё. И те суммы, которые, живя в квартире, мы отчисляем в фонд капитального ремонта, они далеко не сопоставимы с теми суммами, которые мы будем нести на содержание и эксплуатацию индивидуального жилого дома. Ну, по крайней мере, там будут точно какие-то работы проведены, и мы увидим результат наших финансовых вложений. Может ли сейчас деревянный дом быть таким же долго существующим, как каменный? Технологии же куда-то движутся у нас. Технологии движутся, деревянный дом может быть таким же долговечным, как каменный, Если за ним следить, допустим, в городе Кирове, есть достаточно много ещё старых, старинных, даже, скажем, деревянных домов, первый этаж которых каменный, а второй деревянный, которые на данный момент принадлежат в том числе и администрации города. Иногда администрация города обращается за проведением экспертизы на установление возможности проживания в таком доме. Значит, выезжая на такие объекты, сталкиваемся с тем, что деревянные конструкции жилого дома ещё вполне себе пригодны для проживания и находятся в работоспособном состоянии. А камень уже подводит? Да, а строительство данных домов было завершено ещё в XIX веке. А мы можем сказать, что тогда строители, ну как все сейчас любят, вот в те-то времена работали на совесть? Да, всегда строители работали по-разному. Можем и сейчас найти строителей, которые работают на совесть и делают свою работу хорошо и качественно. А есть такие, которые, ну по большому-то счёту, из рук вам плохо. Вам, как эксперту, с какими нарушениями чаще всего приходится сталкиваться, когда вы выезжаете смотреть дома? Ну новые, наверное, да, строящиеся, потому что мы про них преимущественно говорим. Всегда приходится сталкиваться с нарушениями требований нормативной документации, нарушения технологии какой-то. А строительство у нас, ну это такая область, которая по большому-то счёту строго регламентирована нормативными документами. Ну вот я как заказчик дома и точно не знаю никаких СНИПов, мне сложно это оценить. А заказчик, сам по себе заказчик не обязан знать все эти нормы и правила. Заказчик на этапе заключения договора со строительной компанией должен для себя понимать и в договоре чётко прописать, что при выполнении строительных работ подрядчик обязуется строго соблюдать строительные правила и нормы. Ну и проверить-то как это можно? А проверить как это можно, только пригласив специалиста. Я всё пытаюсь понять, что там нужно проверять, но, видимо, даже лучше не вникать, да, Сергей? Нет, потому что параметров очень много, и мы на любой конструкции, на любом элементе, мы можем проверять там до 10 и более параметров. То есть надо сразу эксперт? В данном случае, да, необходимо обращаться к специалистам, без этого никуда не деться. И если мы не обратимся, мы иногда можем получить такой результат, который нас далеко не устроит. А на каком этапе? Когда уже всё достроено или когда достроено, это уже будет, не знаю, третий визит эксперт? Давайте, значит, рассмотрим идеальный вариант, на каком этапе нам необходим специалист. Мы приглашаем в первую очередь для чего? Для проверки качества. Если будем проверять только качество выполненных работ, то специалист нам нужен на каждом этапе выполнения строительных работ. Ну, допустим, фундамент у нас уже есть, мы его оценили. А дальше вот пошли стены, это же целый дом. Это целый дом, конечно, и на каждом этапе выполнения работ нам необходим тот, кто будет контролировать ход выполнения работ и их качество. Этапы – это первый этаж, второй этаж. Либо это стены, затем там изоляция. Вот как это разбивается, этот процесс? Может разбиваться на любые этапы. И возведение стен можно контролировать на любом этапе хода работ. Допустим, выложили половину первого этажа, проконтролировали. Выложили вторую половину первого этажа, опять же проконтролировали. Либо возвели весь этаж и проконтролировали. Но определив какие-то недостатки вот на завершающем этапе, где-то в нижней части стен, мы придем к тому, что нам необходимо разбирать все стены целиком. Поэтому этапы работ необходимо контролировать с определенной периодичностью. И строительная организация или строители, зная, что их будут контролировать, и качество выполнения работ, они сами будут контролировать и соблюдать все требования. А если мы, значит, ну только заключили договор, один раз появились на участке, сказали, вот материалы, вот деньги, я буду через месяц-два, хочу увидеть весь объект, люди понимают, что контролировать работы никто не будет. Можно и скрыть какие-то свои недостатки, и качество, может быть, немножко занизить. Часто такое бывает вот сейчас? Или уже там кировчане более грамотно подходят и приходят с экспертами сразу к строителям? Нет, я вас умоляю. Конечно, люди все экономят. Все стараются экономить, и специалистов не приглашать. То есть надеясь на себя, на глаз, на соседей, на знакомых и тому подобное. Такой пример. Ведется кладка наружных стен. Строители при этом, ну, сложат раствор, как попало. И где-то между кирпичами остаются пустоты, просветы. И когда несколько рядов кладки кирпичной ведется, то эти пустоты, по большому-то счету, не видны на глаз будут. То есть они там находятся где-то внутри, и мы их просто не увидим. Что происходит потом? Вот все эти пустоты, они являются проводником холода или тепла обратно из жилого дома. И когда вот они при производстве работ не видны, эти недостатки, по завершении работ и начале эксплуатации жилого дома, мы все это потом увидим. Приносим тепловизор и видим, что у нас стены-то светятся все. Если смотрим снаружи, ухо они какие-то теплые, а должны быть холодные. Да. То есть это теплопотери. Это вот такой самый распространенный, самый основной недостаток при возведении каменных конструкций. Очень часто приходилось сталкиваться с тем, что вроде бы рабочие выполняют необходимые требования при производстве работ. Но по итогу, значит, получаем то, что у нас вся стена светится. То есть кладка вот из крупноблочных материалов, это газобетон обычно, и какие-то производные аналогичные материалы, они очень хорошо впитывают влагу. Значит, при обычной кладке таких стен, ну, поверхности этих блоков необходимо немного смочить. Многие этого либо не знают, либо не понимают, либо, значит, считают лишним. И когда укладывают на клей или раствор вот эти блоки, блок моментально впитывает влагу из раствора, и от этого раствора, ну, отскакивает, отслаивается. То есть не сцепляется, как должен с ним сцепиться, а наоборот, отскакивает. Вот, и, допустим, когда стену выложили, приходим, смотрим через какое-то время, видно-то это будет не сразу. Это будет через определенный промежуток времени, может быть, через месяц, может быть, через три, может быть, через полгода. Но мы обязательно увидим то, что эти блоки между собой не соединяются. И это очень страшно. Значит? Потому что, во-первых, это нарушение надежности и устойчивости конструкции. И это по большому-то счету влечет угрозу жизни и здоровью людей, которые будут находиться и проживать в этом доме. А во-вторых, это, опять же, огромные теплопотери через вот эти щели, которые образуются. А на экспертах, значит, на проверке качества мы не экономим, а на чем можно? Вот ваше экспертное мнение. Значит, самый первый этап экономии – это проект, это проверка проектной документации. Проект обязательно должен проверить специалист, каким образом и почему это делается. Если мы проект составили у себя в голове, или, значит, пришли к проектировщику и сказали, мы хотим вот такой фундамент, мы хотим вот такие стены, мы хотим вот то-то, то-то и то-то. Проектировщик, ну, он же по желанию составил проект, и по большому-то счету к этому проекту потом у нас будет смета на выполнение строительно-монтажных работ с учетом стоимости самих работ и с учетом стоимости материалов. Так вот, при проверке проекта мы можем в первую очередь предложить какие-то иные решения, чем заказчик для себя увидел и предусмотрел. Потому что, допустим, вот тот фундамент, который он для себя решил делать, может быть, он будет не самым экономически эффективным в его случае. То есть, чересчур массивным, чересчур большим, чересчур дорогим в первую очередь. И вот на этапе проверки всех вот этих вот элементов мы можем сэкономить достаточно большие деньги. То есть, условно, вы, имея первоначальный проект, получили расчет по строительству, допустим, на 2 миллиона рублей. При проверке каких-то проектных решений и корректировке их мы можем уменьшить эту сумму, ну, условно, процентов на 10. Сэкономим 200 тысяч рублей. Нормально? Нормально. Очень даже неплохо. Ощутимо. Дальше. Проверив саму смету, мы можем сэкономить, может быть, не столько же, чуть поменьше. Потому что некоторые строительные организации могут составить смету таким образом, что работы, которые в ней будут прописаны, либо не совсем те, которые нам нужны, либо они будут повторяться несколько раз. То есть, одна и та же работа, прописанная несколькими расценками, она будет якобы выполнена несколько раз. На самом деле, это недопустимо. А заказчик в данном случае, ну, вот я говорю, что при проверке сметной документации тоже может сэкономить там от 5 до 10 процентов. То есть, плюс еще там 100-200 тысяч. Итого, мы от 2 миллионов сократили там тут 200 тысяч, тут 100 тысяч. Мы ведь уже запланировали, что готовы потратить 2 миллиона. Так вот, их лучше потратить либо на иные материалы лучшего качества, либо на контроль выполнения качества работы. Причем специалисты обойдутся нам гораздо дешевле, чем вот эти сэкономленные деньги. Даже если мы не один раз его пригласили. Да, конечно, безусловно. Насколько я знаю, вы еще помогаете вашим клиентам как-то на материалах экономить, при этом на качестве не терять. Безусловно, да. Опять же, это связано и с проверкой первичной проектной документации тоже. То есть, можно предложить иные материалы, чем прописаны, не теряя при этом в качестве материалов. И, значит, второй этап экономии – это, ну, воспользоваться нашими скидками при приобретении этих материалов. Какой порядок цифр? Ну, по некоторым позициям на материале можно сэкономить от 5 до 20% стоимости. А это как у вас устроено? Самого материала. Мы работаем на рынке с нашими партнерами достаточно продолжительное время. В организациях, продающих строительные материалы, имеем определенные скидки. Эти скидки зависят от объема приобретаемых материалов. Чем больше мы приобретаем материалов, тем больше мы имеем скидки. И вот за период нашей работы нами накоплены максимальные скидки партнерские по своей сути, которые нам могут предоставить. И поэтому мы готовы для своих клиентов эти скидки предоставить им. Поделиться. Поделиться, да. На чем больше всего получается иногда экономить, когда мы строим уже не фундамент, а то, что в доме выше. То есть у нас же там с вами и система отопления есть, да? После фундамента у нас остается весь дом, все конструкции. Дом, да. Все, что сверху фундамент, мы не видим, ведь по сути своей, после того, как мы его построили, мы его больше никогда не увидим. Это так грустно прозвучало. Самое дорогое туда же закопано. Самое дорогое закопано в землю. Да, основная часть сметы. Тем не менее, это так. Все остальное, вся видимая часть дома на всем можно сэкономить, вот начиная от выбора самих материалов, заканчивая приобретением этих материалов, ну и на качестве выполненных работ. Чем выше качество выполненных работ, тем меньше денег мы в дальнейшем потратим на эксплуатацию, на обслуживание дома. Сергей Копанев, наш эксперт, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Мы говорим о строительстве дома, о том, что нужен контроль, контроль и контроль. У микрофона работала Ольга Балезина. Это программа «Что делать, если…» и все наши выпуски можно найти на сайте echokirova.ru и в нашей группе во Вконтакте. До свидания.